В Омске разберутся с нелегальными газелистами. Депутаты Гурсовета сегодня обсудили, как бороться с нелегальными маршрутчиками, работающими без лицензии и уклоняющимся от уплаты налогов. Подробности в нашем материале. Проблему нелегальных перевозок еще более осложнил финансово-экономический кризис. Общее количество пассажирских перевозок снизилось. По мнению экспертов, в такой обстановке негативная деятельность нелегалов осложняет работу городского транспорта. В связи с сокращением парка подвижного состава муниципальных предприятий и незначительной разницей в тарифах, ежегодно снижается количество пассажиров, перевезенных транспортными средствами муниципальных предприятий по отношению к частным перевозчикам. Еще одна проблема. С начала года по вине водителей муниципального транспорта зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. По вине частных перевозчиков 20 ДТП. Отдельный вопрос о состоянии транспортных средств. Основными причинами совершения ДТП по-прежнему остаются неправильный выбор скорости движения дорожным условием, несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда. Ни для кого не секрет, что каждое дорожно-транспортное происшествие с участием, будь то автобуса, либо пассажиров, перевезающего транспорт по малой вместимости, особенно произошедшее по вине их водителей, носит значительный ответственный резонанс. В очередной раз народные избранники удивились, почему муниципальный транспорт убыточен, а за частные перевозчики бьются. Единороссы предложили создать муниципально-маршрутное такси, но Маслик ответил, что эта идея не новая. При этом совершенно забыли про электрический транспорт и что его тоже нужно развивать. По экологическим и по шумовым, наверное, электрический транспорт более подходит для такого города, как Омск. И вот сравнивая Омск с Нижним Новгородом, где не так часто, но бывает, видит, что трамвай пользуется большим спросом у населения и как раз, наверное, один из факторов борьбы с нелегальными перевозками. Транспортные проблемы циклически обостряются. По мере ухудшения работы общественного транспорта из-за заторов все больше мячей пересаживаются на индивидуальные автомобили. И потребность в дорожной сети для каждого пассажира увеличивается в несколько раз. Отсюда пробки. О том, как ее решить, депутаты решили подумать в следующий раз. Сергей Михайлович, Сергей Шумов, Обком ТВ.